По легенде учений, пожар вспыхнул на третьем этаже детской поликлиники на Абрикосовой, где техник ремонтировал медицинское оборудование. Начинается эвакуация. Пока медперсонал 9-й горбольницы спешно выбегает на улицу, пожарная дружина поликлиники в ожидании приезда МЧС растягивает рукава и тушит огонь собственными силами. А тем временем одному из пациентов, который еще не успел покинуть здание, становится плохо. Наглотался дымом. Его грузят на носилки и выносят из поликлиники. Передают уже подоспевшей скорой помощи. Служба проинструктирована, как действовать при различных ситуациях. То ли пожар, то ли техногенная какая-то катастрофа или природного действия, чрезвычайные происшествия. Все это дело мы теоретически прорабатываем, а потом испытываем на учениях. На месте уже и пожарный с третьего этажа машет и просит помощи тот самый техник. Пока одна группа огнеборцев входит в здание и тушит пламя внутри, другие поднимаются на раздвижной автолестнице. Это самый быстрый и безопасный в этом случае способ вытащить человека из горящего здания. Итог учений – все выполнено оперативно и без сбоев. Главная цель тренировки – отработать взаимодействие разных структур при возникновении пожара – достигнута. Жизнь детей – это превыше всего. И чем чаще мы тренируемся, тем оно будет лучше. Не только в поликлиническом, но и в дневном стационаре, в родильном доме. У нас постоянно происходят такие учения. Внутренние тренировки без привлечения других служб, рассказывают в больнице, проходят здесь раз в квартал. Кстати, в Сочи введен режим повышенной пожароопасности в связи с высокой температурой воздуха. Поэтому такие учения по тушению условных очагов возгорания сегодня весьма актуальны. Быть бдительнее призывают и самих горожан. В частности, не жечь костры на территориях нацпарка. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.